Привет, друзья мои! Снова с вами я. Вот иду сейчас с аптеки, в Пармасе называется здесь. Взяла опять свои капли глазные, и вы знаете, сейчас вот зайду, наверное, сяду где-то, кофе попью, успокою, сейчас вам расскажу. Я ведь, в общем-то, чуть не ослепла, друзья. Сейчас расскажу, что случилось тут у нас. Ветер, гулять не хочется. Надо где-то мне найти. Я зашла в магазин, вообще-то это магазин кооп, кооператив. Ну, не знаю, мне он не нравится, и я его вам, по-моему, даже и не показывала никогда на своем обозрении. Может быть, когда-нибудь в будущем покажу уже. Не знаю, если вам интересно, скажите мне, не надоели ли вам мои показы магазинов, супермаркетов здесь. Если нет, то покажу еще и вот этот кооп. А сейчас попробую найти, здесь где-то кафе было. Сядем, я вам расскажу, что случилось с моим глазиком и со мной. Нашла кафе, но оно, вы знаете, закрыто, уже 5 часов у нас. Ну, так и, наверное, если меня не выгонят. Сейчас тут посидим, кофе попить мне не удастся. Но, по крайней мере, я же хочу вам показать еще и рассказать историю. Да, ужасную историю, друзья, но я не знаю, как к ней относиться, смеяться или что. Я по улице гулять не стала, потому что холодно. И сегодня-то я поехала на улицу только потому, что мне надо было вот эти вот глазные капли взять. Но сейчас все по порядку. Вот, я вам достала капли. Вот это вот я только сейчас получила. Вот такие. А это то, что мне прислали, наверное, дня 3 назад. Ой, друзья, вот сейчас вам расскажу про этот анекдот. Вы же знаете, что у меня, я это самое, сейчас вот эти открою, посмотрю. Я же все еще мучаюсь со своим глазом. И глаз у меня продолжает болеть. Ничего не помогает. И капли уже, и антибиотики я пропила. Но видно вот то, что очень долго. Инфекция. И не помогает. Ну и я, в общем, позвонила. Мне сказали, если эти капли вам не будут помогать, вы позвоните. Потому что найти-то трудно. Получить опять талон к моему врачу-джепи доктору сложно. Поэтому приходите, просто напишите внизу на ресепшене, что у вас вот помогли вам эти капли или не помогли. Ну и я пришла на ресепшен, объяснила там этой девушке, которая там работает. Говорю, вот так и так. Меня попросил мой GP доктор. Ну это терапевт, врач домашний. Попросил меня, чтобы я рассказала, если мне не помогли капли, чтобы я пришла, об этом сказала. Вот я вам сообщаю, что я пропила антибиотики 7 дней и капли эти капаю. Ничего не помогает. Пожалуйста, сообщите доктору. Она говорит, хорошо, ну и мы вам тогда сообщим наши, значит, что там дальше будет. Я, значит, вернулась, жду-пожду. Это было, наверное, дня три назад. Вдруг у меня смс-ка прилетает. Приходите в аптеку, возьмите ваше лекарство. Я в аптеку бегом. Думаю, какая красота. Да, так быстро все отреагировали. Прихожу в аптеку, друзья, и мне дают вот эти вот лекарства. Почему у меня камера не резко в последнее время? Что происходит с ней, я не знаю. Короче, вот такие. Я думаю, какая красота. Я их открываю. Вот сейчас вам покажу. Открываю. О, смотрю, вот такую прелесть. Видите, даже со спреем. Думаю, тут срок годности написан. Больше ничего на пузыречке. Ну, думаю, боже, еще и вот так. Вот обычно же дроп капельки просто капаются там пипеточкой. А тут прям даже спрей. И я ни к чему. Вместо того, чтобы мне точно тут посмотреть что-то. Я посмотрела, мое имя написано. Написано, что принимать три раза в день. В течение пяти дней. Вот Atomis называется, да? И все. Все заклеено тут. Основная информация вот заклеена вот этой вот наклейкой. Я ничего не прочитала. Бестолково. Еще же, знаете, смятение у меня тут. Все это. В связи с последними событиями. Короче, я беру вот этот, значит, спрей. И я его радостно себе пшикаю в глаз. И вы представляете, друзья? Я подпрыгнула до потолка. Просто невозможно. Потому что такая боль неимоверная. Как начала мне жечь глаз. Я скакала на одной ножке, наверное, минут пять. Я не знала, что мне делать. Боже, я побежала с салфеткой. В общем, прикладывала. И что только думаю, ну ничего себе капли такие крутые. И думаю, ну, наверное, должны помочь. Раз они такие сильные. Думаю, значит, наверное, помогут же с моей инфекцией. Вот. Ну, ладно. Проморгалась, пропрыгалась. Вроде успокоилась. Все. Их же надо три раза капать. Написано три раза в день. Я, значит, опять. Где-то часа в четыре. Опять капаю. И опять та же история, что я подпрыгнула до потолка. Невозможная боль. Я думаю, да что ж это такое? Ну, как-то странно. Что за капли? И тем не менее, я ничего не посмотрела. Опять же, да? Вот. Называется бестолковость. И при том, что вот этот еще, может быть, английский язык, который меня постоянно смущает. Вот. Ну и третий раз уже вечером. Я, понимаете, беру этот флакончик в руки. И мне даже уже страшно капать. Потому что думаю, ну, как-то уж слишком. Ну, слишком больно. Думаю, что-то тут, наверное, не то. И тем не менее, я, значит, все равно капнула еще третий раз. Уже просто с ужасом вся сжавшись в комок. Я прокапала третий раз. Боль невыносимая. Думаю, нет, надо все-таки посмотреть. И я вот это уже догадалась. Слава богу, что я их не стала пять дней капать. Я догадалась. Думаю, что же здесь все-таки такое. Беру вот этот отомис, набираю в компьютере. И вдруг я смотрю. И там написано, что это капли ушные, друзья. Капли не для глаз, а для ушей. И вот здесь вот, видите, может быть, видно вам. Вот написано ear. Ear – это ухо. Eye – это глаз. Тоже три буквы, только там здесь И, А, Р, а там И, Й, И. Ну, то есть для бестолковых можно не понять. Я уже, когда повернула потом, смотрю, что вот же. Ear – написано. Ear – спрей. И для уха. Чего я не все, не посмотрю здесь, и я. Все, конечно, написано. Но на пузыречке не написано. И бестолковость моя. И вот это вот, я же говорю, смятение чувств моего. И потом я была уверена, что раз я заказала глазные капли, ну, вы понимаете, да, почему мне прислали эти ушные. И когда я стала читать, что тут входит, и тут написано, что входит уксусная кислота. Можете себе представить? Уксусная кислота. Так, конечно, это же мне, наверное, могло бы вообще роговицу сжечь. Глаз сожгла бы себе, если бы я начала дальше капать. Я не знаю, это просто меня, наверное, Бог уберег, что все-таки я ничего себе не сожгла вот такими вот каплями, представляете, да? Ну, и что вы думаете? Я на следующий день, конечно же, побежала опять на ресепшн. Говорю, что же это такое? Посмотрите, я просила для глаз, а мне дали для ушей капли. Почему? Ну, они тут забегались опять, стали смотреть мою карточку и говорят, ой, вы знаете, да, вот произошла такая неудача, неприятность у нас, что молоденькая на ресепшн не девушка, и она открыла вашу карточку, и когда-то вы обращались с ухом, больше года назад действительно я обращалась с ухом. Ой, у меня какой-то отит был наружный, что-то такое, после бассейна тоже, в общем, все проблемы. И они мне, она мне вместо того, чтобы, значит, глазные, она мне ушные капли вот эти вот. А я, не поглядевши, их стала брызгать. Ой, друзья, ну вы представляете, замалы мне ослепло называется. Так вот, они извинялись, да извинялись, они мне три дня тут звонили, и вот они мне прислали новые капли для глаз, сейчас открою, посмотрю. Ну вот, открыла с трудом. Вот видите, уже теперь глаз нарисован, и уже написано «Ай», «Айдропс», «Глазные». Ой, господи, вот уже новые мне какие-то дали, другие. Теперь буду читать все основательно, смотреть картинки и читать, что я капаю, потому что, представляете, какая у меня получилась история. «Не дай бог, не приведи» называется. Вот такие, друзья, дела. Ну, а я, в общем-то, это хотела с вами поделиться, потому что говорю, что сейчас как раз бегу, эти новые капли взяла. Вот такие вот бывают, конечно, у них такие. Кто тут виноват, я не знаю, кто тут прав. Наверное, я виновата, конечно, потому что надо было все читать и смотреть, что они бы когда-то, я говорю, так ладно, я год назад с ухом обращалась, а если бы я еще год назад у гинеколога была, тогда чего? Ой, ну смех и грех, друзья, я не знаю. Вообще, слава богу, что у меня с глазом все обошлось. Вот такая история. Ну все, друзья, пока-пока, удачи вам, берегите себя. Читайте всегда все-все-все надписи на лекарство. Пока.